Ситуация текущая внесла свои коррективы, когда у нас ставка Центробанка увеличилась, спрос изменился. Если за аналогичный период прошлого года фонд выдал 49 договоров, то в этом году за текущий период апреля мы выдали 40 договоров. То есть на 9 договоров меньше, но сумма договоров больше на 306 миллионов рублей и сумма кредитов под наше поручительство тоже увеличилась, там порядка 800 миллионов рублей составила. Естественно в том числе были и сельхозтовропроизводители, их у нас за данный период 12 предприятий было, 75 миллионов рублей мы им выдали в совокупности сумма поручительств. То есть объем финансирования составил 206 миллионов рублей, абсолютно разные цели были, то есть кто-то брал на пополнение оборотных средств, кто-то брал конкретно на сельхозтехнику. Ну понятно, что под пополнение оборотных средств для сельхозтовропроизводителя это средства защиты растений, удобрения, семена, то есть ГСМ, то есть ничего здесь, никаких новшеств, как правило, нет. Если говорить о выданных поручительствах с начала текущего года, то фонд выдал 73 поручительства, общая сумма составила 630 миллионов рублей. Объем поручительства, который привлек малый и средний бизнес за текущий период, тоже с начала года, 1,4 миллиарда рублей. И среди них сельхозтовропроизводители, ну вот я сказал 12 с 1 марта, как раз таки они все у нас и были с 1 марта. Это 12 договоров мы заключили на 75, грубо говоря, миллионов рублей и финансирование 206 миллионов рублей составило для сельхозтовропроизводителей, как я уже говорил, с начала текущего года. Почему наши сельхозтовропроизводители с марта начали брать активно? Ну, во-первых, ситуация была неясная на рынке, то есть если раньше они могли брать ту же самую сельхозтехнику с какой-то рассрочкой, она была в наличии и техника, и запчасти, то у нас, как обычно все, нужно покупать либо недвижимость, либо бытовую технику. Ну а сельхозтовропроизводители, они более прагматичные, они, естественно, закупают то, что необходимо для бизнеса. Вот они и сельхозтехника, и сельхозорудия, потому что мы все видим по нашим, по, скажем так, даже по бытовым вещам, да, у нас тот бренд ушел с России, этот бренд ушел. Естественно, сельхозтовропроизводители стали закупать то, что они считали необходимым, чтобы потом, ну, неизвестно, будет ли в наличии, а если будет, то по какой цене. Это и сельхозтовропроизводитель, да и в целом весь бизнес, то есть сначала у нас была пандемия, бизнес не знал, как ему действовать, как ему дальше работать. Сейчас это санкции, я уже не говорю, да, там, про ключевую ставку, потому что ключевая ставка – это явление экономическое, и, в принципе, бизнес отреагировал естественным образом. А вот что делать с санкционными вот этими рисками, кризисными этими явлениями, естественно, у каждого бизнеса свой подход, то есть даже если в рамках сельхозтовропроизводителей, то есть один занимается, выращивает одну культуру, другую культуру, третий вообще занимается животноводством. А если говорить в целом не только за рамки сельхозтовропроизводителей, то есть торговля реагирует повышением цены и переориентируется на другие рынки. То же самое, в принципе, у нас и производство. Производство пытается у нас полный цикл сделать, допустим, на территории, вот как у нас, на территории Ростовской области сейчас мы занимаемся тем, чтобы те производители, которые закупали иностранные комплектующие, иностранные материалы, то есть они не знают, где это в нынешних условиях приобретать. Мы сейчас общаемся с предприятиями, которые могут либо после неглубокой доработки, либо вообще без доработки поставлять это тем нашим предприятиям, которые в этом нуждаются. То есть такое импортозамещение. И в текущих условиях, я думаю, что и сельхозтовропроизводители найдут те или иные решения. Понятно, что сейчас есть заградительные пошлины на торговлю, но наш бизнес, мне кажется, в чем его конкурентное преимущество, он всегда ищет нестандартные пути решения тех или иных проблем. Я не говорю, что это хорошо или плохо, это данность, это факт. И надеюсь, что из текущей ситуации мы выйдем с минимальными потерями. Даже на моей памяти, я, хотя не самого основания фонда работы, но работаю с 2012 года. В этом году будет 10 лет, как я переступил, скажем так, порог гарантийного фонда Ростовской области. Но, тем не менее, за это время уже прошло порядка 2000 заемщиков. И, конечно, большая доля из них была и сельхозтовропроизводителей. Были абсолютно разные заемщики, которые к нам приходили буквально, ну не скажу с самого начала, но только вот они начинали. Там немного земли у них было. Но с помощью и гарантийного фонда, да, и я думаю, что в первую очередь своих правильных, взвешенных, управленческих решений. Это выросли в достаточно крупных, мощных сельхозтовропроизводителей, которые имеют и собственные земли, и собственные парки, и автотранспорта, и сельхозтехники. Ну, это то же самое есть и промышленные предприятия. У нас были предприятия, которые приходили к нам на уровне микробизнеса вначале, а буквально уже пару лет к нам не приходят, потому что они выросли до крупного бизнеса. То есть мы же являемся в просторе поддержки малого и среднего бизнеса. Вот они сейчас уже являются крупным бизнесом, и мы, конечно, рады их видеть всегда, но помочь, к сожалению, не можем, потому что законодательство не позволяет. И у нас достаточно много таких случаев, когда именно клиент вырос. Ну, как я говорю, это не только с нашей поддержкой. Это именно взвешенные управленческие решения, которые помогли бизнесу вырасти, в сложные моменты устоять, не только устоять, но и развиваться. Что касается деятельности фонда в новых условиях, мы приняли решение, как бы ни странно это звучало, в текущих условиях снизить ставку. Снизить ставку для наших предпринимателей Ростовской области, абсолютно для всех, вне зависимости от вида деятельности, от категории заемщика. Мы установили, сейчас направили предложение нашему учредителю, вернее, к региальный совет об утверждении внутренних нормативных документов, об установлении ставки вознаграждения за поручительство до минимально возможной 0,5% годовых от суммы поручительства. То есть, если у нас по законодательству эта ставка должна быть от 0,5% до 3%, ну, 3% у нас никогда не было, у нас максимальная ставка последние пару лет была, это 1% годовых, но в текущих условиях мы ее снизили до 0,5% и вне зависимости от категории заемщика мы увеличили размер нашей ответственности, то есть долю нашей ответственности до 70%, потому что были определенные категории заемщиков, для которых доля поручительства составляла 50% от суммы обязательства, но мы решили от этого отойти. То есть, в текущих условиях мы решили оказывать максимально возможную поддержку для нашего бизнеса. Ну, это уже не говоря о сокращении пакета документов, чтобы все эти процессы протекали максимально удобно для клиентов и максимально быстро для них. Продуктовую линейку мы тоже, ну, в связи с тем, что сократили стоимость, сократили долю ответственности, некоторые продукты просто ушли ввиду их неактуальности, а некоторые остались, ну, и опять-таки, да, там у нас до 5 миллионов рублей один пакет документов, от 5 до 10 другой пакет документов, от 10 и до 100 миллионов рублей, то есть 100 миллионов рублей это максимальный размер в суммарном выражении поручительства фонда. Здесь, ну, естественно, совсем другой пакет документов. И опять-таки, для кредита это один, для банковских гарантий это другой пакет документов, но, в принципе, он достаточно небольшой, и, как правило, весь этот пакет нам дает кредитор, то есть не сам заемщик, а именно кредитор. Мы каждый год ставим себе определенного рода задачи, но жизнь вносит свои коррективы, да, и в текущих условиях основная задача – это помочь как можно большему количеству бизнеса, естественно, чтобы эта помощь была, как я уже говорил, максимально комфортная для заемщиков, максимально недорогая, но, тем не менее, мы не останавливаемся на достигнутом, потому что у нас и прошлый год у нас был рекордным, ну, скажем так, в условиях пандемии. Этот год у нас в условиях санкций, я думаю, что он идет, и санкции нам в такой реальности придется жить. Ну, как я говорю, мы опричены на победу, мы сделаем все возможное, и даже еще большее, что от нас зависит, для поддержки бизнеса планируем развивать новые направления, такие как факторинг. Я считаю, что в текущих условиях, когда достаточно сократились отсрочки платежа, и клиенты чувствуют значительный кассовый разрыв, это не только к всех хостоваропроизводителям относится, это в целом для всего бизнеса. Факторинг, я считаю, что сейчас очень необходим, и будем работать в данном направлении, взаимодействовать и с банками, которые занимаются такой услугой, и с факторингами, компаниями. В общем, мы планируем развиваться, не останавливаться на достигнутом. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова